Праздник Успения Это совершенно особое значение, очень большой смысл, спасительный смысл для каждого из нас. Божия Матерь в этом событии Успения явилась в свою сопричастность как бы двум мирам. С одной стороны, к физическому миру, ведь она умерла, это был факт. И потому собрались вокруг ее гроба ученики Спасителя. Но с другой стороны, когда на третий день ученики пошли в Гефсиманию и открыли гробовую пещеру, в которой лежало тело Девы Марии, то ведь не обрели ее тело. А это значит, что событие смерти Богоматери было не только физическим, но, как сказали бы философы, метафизическим событием. То есть тем, которое не подчиняется законам физического мира, событиям, которые принадлежит не столько физическому миру, но миру духовному. И это действительно так. Дева Мария, та, которая выше всех ангелов и архангелов, честнейшая Херувим и славнейшая, без всякого сравнения с Серафимами, она сподобилась, пройдя через физическую смерть, войти в Божественное Царство со Своей плотью. Потому что никогда и никем не было обнаружено ее физическое тело. И поэтому в традиции Церкви, которая восходит глубочайшей древности уже к Второму, Третьему, особенно Четвертому веку, в почитание Бога в Матери была включена эта великая тайна, ее восхождение на небо с причистой плотью. Но если посмотреть на земную жизнь Пресвятой Богородицы, она была достаточно простой, в полном смысле человеческой жизнью. Родилась в семье благочестивых людей, воспитывалась при храме. И, наверное, ведь многие в то время воспитывались при храме. Но особой чистотой души и плоти она сподобилась стать вместилищем Божественного Духа, через каковое от нее родился Сын Божий и Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос, воплотившийся через ее плоть и ставший в этом мире, не отлучаясь от своей божественной природы подлинным человеком. Почему же так произошло? Не случайно. У апостола Павла в послании к филиппийцам, которые мы сегодня читали, находим такие слова «Вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». То есть мы должны чувствовать так, как чувствовал Господь. Мы должны иметь такую же совесть, какую Он имел, такое мужество отстаивать правду, которую Он имел, такую чистоту жизни, которой Он обладал. И когда апостол говорит, что мы должны иметь те же чувствования, то Он говорит о великой задаче. И эту задачу решила в полной мере Дева Мария по своей святости и чистоте, сподобившаяся тому, чтобы стать Матерью воплотившегося Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа. Но вот это послание к филиппийцам, оно, конечно, подразумевало, в том числе и дивный пример Богоматери, но обращено-то оно было к жителям Филипп, северного греческого города, к простой христианской общине. А через ту немногочисленную христианскую общину эти слова обращены сегодня ко всему миру и усваиваются нами, людьми, принадлежащими к Церкви, усваиваются нашим разумом, но как важно, чтобы усваивались и образом жизни. У вас должны быть те же чувствования. То есть все то, что заражает человека грехом, все то, что разрушает его нравственную природу, все то, что помрачает его разум и наносит нередко реальный вред его телу, все это должно быть отметено образом христианской жизни. Конечно, в полной мере осуществить эту заповедь мало кто может, а может быть, за всю историю никто никогда и не осуществил. И если те, даже кто не осуществил, в полной мере спасся и стал святым, то не по своим, конечно, заслугам и не по своей способности осуществлять эту с Божью заповедь, а по силе благодати Божией, силой Святаго Духа, того Духа, который снизошел и на Пресвятую Деву, того Духа, который снизошел на всю Церковь в 50-й день после воскресения Спасителя, того Духа, печать которого каждый из нас получает через Таинство Мира Помазания. Поэтому все мы, простые люди, носящие на себе печать человеческой ограниченности, совершающие грехи при условии искреннего покаяния, имеем возможность получать дар Святаго Духа. И вот пример Пресвятой Девы Марии, конечно, недосягаемый, но все-таки, связанный со всеми нами через причастность Богородицы к человеческому роду, ее пример должен быть для каждого из нас некой путеводной звездой. А для того, чтобы мы могли рационально понять, что означает эта звезда, нам апостол и говорит простыми словами «В вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». Другими словами, волей своей, верой своей, убеждениями своими мы должны изгонять из своей жизни все то, что этим чувствованием Спасителя противоречит, то, что эти чувства разрушают, и то, что в нашей реальной жизни является через наш личный грех. Сегодня великий праздник. Мы прославляем честнейшую Херуим и славнейшую без всякого сравнения с Серафимами, Деву из Назарета, которая обрела эти чувствования, которая поднялась над всем творением силой своего личного духовного подвига и своей святости. И поскольку Дева Мария одна из нас, она ни с неба снизошла, она родилась от родителей с естественным образом, она жила, она также подвергалась, наверное, искушениям, но эти искушения отметала, она также сталкивалась и с радостями, и со скорбями, и с трагедией, страшной страгедией созерцания своего сына, зверски умершвляемого и поруганного толпой. Нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. И Царица Небесная эти чувствования в полной мере осуществила и реализовала. Вот почему мы преклоняем колено пред ее изображениями. Вот почему мы молимся ей с особой силой, потому что она одна из нас. Она прошла этим дивным путем восхождения на небо, конечно, для нас закрытого, невозможного в том виде и таким образом, как совершила его Богоматерь по грехам нашим. Но пример Боговродицы дарует нам надежду на то, что через покаяние, через молитву, через искреннюю веру, через совершение добрых дел мы сможем со смирением пройти тем путем, который ведет нас в небесное Божественное Царство. Вот таков смысл и таково значение сегодняшнего дивного праздника. Еще раз хочу сказать, как в простом народе называют сей день летней Пасхой, потому что Дева Мария подлинно вышла из гробовой пещеры и была силой Божественного Сына Своего с телом восхищена в небесное Царство. Пусть покров причистый и преблагословенный Царица Небесной пребывает над всеми нами. Да хранит Дева Мария причистая и преблагословенная Отечество наше, ограждая его от врагов внешних и внутренних, да помогает причистая Богородица сохранять единство православных церквей сегодня разрываемое силами зла и мы знаем, что происходит сегодня во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство православной церкви и в чем-то успевают. и примером тому является греховное и мало объяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками. И это событие еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова. Но верим, что несмотря на разделение расколы благодатью Божию Церковь сохранится и доведет своих верных чад до конца истории. И в этой надежде на непоколебимую силу благодати живущей в Церкви, в этой надежде и коренится наша надежда на способность в личной своей жизни преодолевать грех и неправду и устремляться к спасению дарованным нам во Христе Иисусе, пришедшему в мир через причистую Матерь Свою, Деву Богородицу, преславную успение, которое мы сегодня торжественно прославляем. Аминь. С праздником поздравляю всех вас! Субтитры создавал DimaTorzok